Увышение и пенсии, и зарплаты, и социальных пособий. В России сохраняется возможность перерасчета пенсии по старости. С 1 апреля текущего года в соответствии с бюджетом, принятым, на 7,5% будут увеличены социальные пенсии. Как вы представляете себе российского пенсионера? Обычно это несчастные бабушки и дедушки, которые донашивают старую одежду и покупают самые дешевые продукты в магазинах. Согласитесь, такая стереотипная картинка. Пенсионеры иностранного часто представляют как немецкого туриста, который ездит по миру и живет в свое удовольствие. Понятно, что стереотипы не всегда верны, но в данном случае они очень похожи на правду. Пенсия в России — это как будто наказание. Государство швыряет тебе нищенскую подачку и говорит «радуйся». Неудивительно, что все политики наперебой обещают улучшить жизнь пенсионеров. Индексация пенсии предусмотрена на 6,3%. Выхожу с инициативой о повышении минимальной московской пенсии на 3 тысячи рублей в месяц. Правда, обещают обычно перед выборами, а делать ничего не делают. За последние годы в России несколько раз проводили реформы, которые якобы должны были улучшить жизнь пенсионеров. Эти реформы встречали массовыми протестами, а их эффекта так никто и не увидел. Вспомните хотя бы, как люди митинговали против монетизации льгот и повышения пенсионного возраста. Когда их проводили, пенсионерам обещали повышение уровня жизни. Вот только где это повышение? Сегодня поговорим о том, почему в России такие нищенские пенсии и что с этим можно сделать. По данным счетной палаты, средняя пенсия в России 16 789 рублей. К 2024 году ее обещают повысить до 20 тысяч. То есть примерно плюс 3 тысячи за 3 года. Согласитесь, такое себе повышение. При этом прожиточный минимум для пенсионеров 10 022 рубля. То есть формально пенсия превышает его более чем в полтора раза. Вот только можно ли на такой минимум прожить? По данным компании Этажи, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в одном из городов-миллионников более 18 тысяч рублей. Значит, одинокий пенсионер без жилья не может себе позволить даже снять среднюю однушку. Ладно, допустим, жилье у пенсионера есть там как-то в течение жизни. Оно появилось, дети его не выкинули, никто не обманул, жилье есть. В 2019 году Сбербанк оценил среднюю плату за коммунальные услуги в России в 4 тысячи рублей в месяц. С тех пор тарифы уже несколько раз выросли, и сейчас эта цифра наверняка ближе к 5 тысячам. То есть 30% своей пенсии россиянин отдает только за коммуналку. Остается у него чуть больше 10 тысяч. Это на еду, одежду, лекарства. Я уже не говорю про какой-то отдых или развлечение. Понятно, что у чиновников все посчитано. В этом году в России упразднили потребительскую корзину, а вот в конце 2020 года она стоила 10 тысяч 564 рубля в месяц. То есть вроде как должно все сойтись. Только вряд ли кто-то из наших чиновников вообще пробовал на эту сумму жить. По крайней мере, я себе такого не представляю. Средняя зарплата в России при этом, по данным Росстада, превышает 50 тысяч рублей. Значит, один работающий получает примерно как три пенсионера. Вот представьте, вы средний россиянин, получаете 50 тысяч, а потом выходите на пенсию и вынуждены жить меньше, чем на 17. Ужасный перепад, согласитесь. У вас просто резко становится в три раза меньше денег. Есть еще минимальная пенсия, которая должна быть не меньше прожиточного минимума пенсионера. В среднем по России он составляет 10 тысяч 22 рубля, как я уже сказал. Как вы понимаете, Россия неоднородна. И средние зарплаты везде разные, это как средняя температура по больнице. И прожиточный минимум тоже в разных регионах разный. Давайте посмотрим, как в России меняется ситуация с прожиточным минимумом, средними пенсиями и средними зарплатами. Ниже всего прожиточный минимум пенсионеров в Чувашии, это 8 тысяч 466 рублей. Выше всего в Ненецком автономном округе. Там, чтобы выжить, нужно минимум 19 тысяч 353 рубля. В Москве прожиточный минимум пенсионера 13 тысяч 496 рублей. Однако все пенсионеры, которые прожили в Москве как минимум 10 лет, получают от города доплату. Для них минимальная пенсия составляет 20 тысяч 222 рубля. Но это не так уж и много, потому что это Москва. И в Москве, понятно, жить дороже, чем в провинции или чем, например, в деревне, где у тебя есть возможность, например, огород иметь. При этом нужно понимать, что разрыв между средней зарплатой и средней пенсией в Москве довольно существенный. Например, средняя зарплата в Москве в первом квартале 2021 года составила 104 451 рубль. То есть в 5 раз больше минимальной пенсии. Для сравнения, в той же Чувашии средняя зарплата составляет 31 890 рублей. То есть примерно в 4 раза больше минимальной пенсии. Ну ладно, давайте сравним жизнь наших пенсионеров не с работающими в России людьми, а сравним жизнь наших пенсионеров и пенсионеров иностранных. Например, средняя пенсия немца со стажем минимум в 35 рабочих лет составляет 1290 евро. Это около 110 тысяч рублей, то есть в 6,5 раз больше, чем в России. В США, по данным 2016 года, средняя страховая пенсия, то есть та, которую получает человек без собственных накоплений, составляет около 16 тысяч долларов в год. Где-то 1300 долларов в месяц, и это примерно 94 тысячи рублей, что в 5,5 раз больше, чем в России. Ну ладно про страны Запада, давайте посмотрим на бывшие союзные республики. Например, в Эстонии средняя пенсия для человека с рабочим стажем 44 года составляет 552 евро. Это 47 тысяч рублей и почти в 3 раза больше, чем в России. Ну и здесь кто-то скажет, что зачем нам сравнивать жизнь нашего пенсионера и немецкого пенсионера, потому что жизнь-то это разная в Европе, он цены-то какие, там пенсионеру на его там 1200 евро не выжить. Хорошо, давайте посмотрим на официальный прожиточный минимум в Германии, и он составляет 9744 евро в год, то есть 812 евро в месяц. Это та база зарплаты, которая не облагается налогом. В США нет такого понятия, как прожиточный минимум, как, например, у нас, но есть минимальная зарплата, она составляет 7 долларов 25 центов в час, то есть примерно 1300 долларов в месяц при стандартной рабочей неделе. И это равно средней пенсии в стране. Но надо учесть, что американский прожиточный минимум не привязан к набору товаров, и сравнить его с российским нельзя. В Эстонии прожиточный минимум для одинокого человека составляет 150 евро, то есть эстонская пенсия превышает прожиточный минимум в 3,5 раза. Кстати, если хотите узнать, почему эстонцы так хорошо живут, посмотрите мой ролик про эту страну. И еще один важный момент, когда мы говорим с вами про европейских пенсионеров и смотрим на их траты, на их пенсию. Здесь надо понимать, что в Европе гораздо лучше развита помощь пенсионерам со стороны различных некоммерческих организаций, благотворительных фондов, неравнодушных граждан и так далее. Там есть масса проектов, которые просто не дадут, не нужно что умереть с голоду, они дадут влачить нищенское существование. То есть такой ситуации, когда пенсионер десятки лет работал, например, где-нибудь там в Скандинавии или во Франции или в Германии, вот он вышел на пенсию, и у него вдруг в кармане копейки, и он думает, где ему купить мясо, а может быть мясо вообще не покупать, и надо продать какие-то свои старые вещи, продать там ордена и так далее. Такой ситуации быть там просто сегодня не может. Да, понятно, что есть какие-то люди, которые оказались на грани там бедности, из-за чертой этой бедности, но у всех там разные истории, это не такая массовая история, к сожалению, как у нас в России мы можем это видеть. Поэтому даже если мы сравниваем с Европой, нужно понимать, что помимо пенсии, если человеку прямо уж совсем у него минималочка, то ему там обязательно помогут, есть огромное количество служб, которые одежду ему дадут нормальную и накормят, и помогут решить другие его вопросы. Ну, есть, конечно, страны, где ситуация еще хуже, чем в России, если кого-то из моих зрителей это утешит. Ну, например, в Узбекистане, там средняя пенсия меньше 100 долларов в месяц. Ну, опять же, нужно понимать, что там цены намного ниже, и выжить на эти деньги там проще, чем в России. Во-вторых, ну, не хотим же мы равняться на Узбекистан. Некоторые пенсионеры в России вынуждены работать. По данным счетной палаты, сейчас в России 8 миллионов 600 тысяч работающих пенсионеров. Конечно, не всегда они делают это из-за нехватки денег. Многие хотят какой-то социализации, хотят быть нужными, и просто продолжают заниматься любимым делом, если есть силы, здоровье и желание. Но число работающих пенсионеров в России сравнимо с населением Швейцарии. И многие из них продолжают работать не по своей воле. Но здесь нужно понимать, что многие из них продолжают работать, потому что им просто элементарно не хватает денег, и они не могут выжить на пенсию. Они не могут смириться с резким падением уровня своего дохода. Они не могут брать вот эти 20 тысяч из них, что-то выскребать. Они хотят вести какую-то нормальную жизнь. И они вынуждены работать, вместо того, чтобы на пенсии наслаждаться жизнью, и наконец-таки сделать то, что они не успели сделать там в молодости. Ходить в театры, в музеи, попутешествовать. Все то, что делает стереотипный пенсионер из Европы. А теперь давайте разберем, почему в России такая маленькая пенсия. Для начала посмотрим, как в России пенсия формируется. Пока вы работаете, ваш работодатель выплачивает в пенсионный фонд 22% от вашей белой зарплаты. Эту сумму не вычитывают из вашего дохода, она платится поверх. Именно от нее зависит ваша будущая пенсия. Ваши выплаты переводят в так называемые пенсионные коэффициенты. Это такие баллы, из которых потом формируют вашу пенсию. Чем больше денег в месяц вы платите в пенсионный фонд, и чем больше ваш стаж, тем больше баллов вы накопите. Баллы рассчитываются так. Ваша годовая зарплата делится на предельную величину, которая установлена государством в этом году, а потом умножается на 10. Предельная величина меняется каждый год. Например, сейчас это 1 миллион 433 тысячи рублей. Возьмем среднего россиянина, который получает ту самую 51 тысячу 352 рубля. Его годовой доход составит чуть больше 616 тысяч рублей. Делим эту сумму на предельную величину и умножаем на 10. Получаем 4 и 3. Именно столько пенсионных баллов в 2021 году заработает среднестатистический россиянин. При выходе на пенсию общее число баллов, набранных за всю жизнь, умножают на стоимость 1 балла. Эта стоимость меняется каждый год и сейчас составляет почти 100 рублей. То есть средний россиянин, который отработал 40 лет, должен набрать примерно 170 баллов. Это 17 тысяч рублей. К этой сумме добавляется фиксированная выплата, сейчас она составляет 6 тысяч рублей. Всего получается 23 тысячи рублей. Правда, таких средних пенсий у нас почему-то нет, хотя это кажется очень маленькой и незначительной суммой. Но как же получать на пенсии больше денег? Формально увеличить пенсию можно за счет накопительной части. Пенсионные отчисления в России делятся на страховую и накопительные части. Наверняка вы слышали эти странные понятия, но не понимаете, что это такое. Сейчас объясню. Страховая часть, а это 16%, идет на выплаты нынешним пенсионерам. А накопительная, 6%, должна инвестироваться и лежать на счету будущего пенсионера в виде реальных денег. Ее должны вкладывать под проценты для увеличения накоплений. Но именно что должны? С 2014 года на накопительную часть действует временный мораторий. Нет ничего более постоянного, чем временное. То есть государство не отправляет ваши деньги в накопления, а тратит их на нынешних пенсионеров. Сейчас мораторий действует до конца 2023 года, но его постоянно продлевают. Правда, невозможно оценить, сколько именно денег вы теряете из-за моратория. Все замороженные деньги в будущем обещают вернуть за счет тех самых баллов. То есть, по мнению правительства, вы не потеряете ничего. А как будет на самом деле, пока никто не знает. Точно известно лишь то, что в одном только 2023 году с заморозкой накопительной пенсии должна сэкономить государству 669,3 миллиарда рублей, которые в ином случае пришлось бы перевести в пенсионный фонд из бюджета. Не надо забывать, что пенсии получают не только наемные работники. В случае с индивидуальными предпринимателями пенсия формируется так же. Только отчисления в пенсионный фонд они делают самостоятельно. Минимальная сумма взноса в 2021 году 32 448 рублей. Это если ваш доход не превышает 300 тысяч в год. Если он больше, то заплатите еще 1% от разницы между доходом и 300 тысячами. То есть, если вы заработали за год 1 миллион рублей, то вычтите оттуда 300 тысяч и умножьте на 1%. Получится, что к минимальной выплате вы добавите еще 7 тысяч рублей. Получается чуть меньше 40 тысяч в год. Это в три с лишним раза меньше, чем у наемного работника со средней зарплатой. А значит, и пенсионных баллов будет во столько же раз меньше. И денег на пенсию тоже. И тут у ИПшника есть два варианта. Ну, первый вариант – это копить на пенсию самостоятельно. Либо делать в пенсионный фонд добровольные дополнительные взносы, которые поднимут сумму пенсионных баллов. Для этого надо написать заявление и начать добровольно делать отчисления. Что касается самозанятых, то у них обязательных выплат в пенсионный фонд нет. Если самозанятый хочет получать пенсию, ему нужно написать в пенсионный фонд заявление на добровольные пенсионные отчисления. Сумма отчисления может быть абсолютно любой, но чтобы получить в зачет полный год трудового стажа, нужно заплатить за год ту же сумму, что и индивидуальный предприниматель. То есть 32 448 рублей. Если добровольных отчислений не делать, то можно рассчитывать лишь на социальную пенсию, которую в России могут получать даже никогда не работавшие люди. Эту пенсию платят мужчинам, начиная с 70 лет, а женщинам с 65. Сумма выплат в 2021 году 5034 рубля в месяц. Если сравнивать уровень жизни пенсионеров в России и, например, с Западной Европой или Америкой, то, к сожалению, несложно догадаться, что этот уровень отличается сильно. И сильно, к сожалению, не в пользу российских пенсионеров. Стандарт жизни пенсионеров в Европе и США существенно выше, нежели чем в России. И, безусловно, это требует более высокого уровня доходов. Если его урезать до стандартов жизни российских пенсионеров, ну вот очень грубо, ну там порядка 700-800 долларов, например, будет жизнь стоить американскому пенсионеру по российским стандартам. И я думаю, что порядка 700-800 евро и там какому-нибудь немецкому пенсионеру будет стоить по тем же российским стандартам жизнь. Это в основном продовольствие. И некоторое количество непродовольственных товаров и небольшое количество услуг. При этом обращаю ваше внимание, что в этих странах, как и в России, пенсионерам по подавляющему числу оснований, там в США 65 лет, в Германии даже либеральнее, по-моему, положено вполне себе полноценная бесплатная медицинская и социальная помощь. А если мы будем сравнивать, например, с Белоруссией и Казахстаном, но я не вижу смысла перебирать все, то у нас пенсии приблизительно идентичны. То есть порядка, ну вот если переводить на доллары для, так сказать, удобства общего сравнения, то те же 200 с мелочью долларов, сейчас пенсия в Казахстане, насколько я понимаю, в среднем. Те же 200, наверное, да, мне кажется. Не помню, но мне кажется, что приблизительно такая же и в Белоруссии. То есть разницы большой, по-моему, совершенно нет. Если мы сравним с Восточной Европой, то, конечно, сравнение уже пойдет не в пользу России. И, к сожалению, заметно. Например, та же Литва может обеспечить пенсию порядка 300 евро, что, в общем, в полтора плюс раза выше, чем в России, например. В Венгрии может обеспечить 400 евро в среднем. Если глубоко не вдаваться в детали, то основная разница в уровне и качестве, то есть и в размере пенсии, и в качестве получаемых услуг, естественно, связана с доходами, которые может позволить себе собирать с экономики государства, то есть с размером ВВП, в первую очередь, на душу населения даже. Потому что понятно, что, ну вот я назвал страны такие, как Япония, Франция, Германия, США – это большие страны, большие экономики, чьи ВВП измеряются триллионами долларов. Но мы можем посмотреть и на гораздо более скромный Люксембург, и размер его экономики не впечатляет, но качество жизни пенсионеров вполне себе впечатлит. Или, например, Нидерланды. Это один из лидеров мира с точки зрения, вот качества жизни пенсионеров с точки зрения, скажем, общих совокупных характеристик пенсионной системы. Никаких препятствий у России для того, чтобы добиваться уровня пенсии, уровня Западной Европы нет. Для этого нужно провести большое количество реформ и изменений. К сожалению, во многих случаях прямо противоположных тем, которые власти делали последние 10 лет. Поэтому, сказав, что это сделать легко и добиться этого несложно, я, конечно, должен добавить, что это возможно только не при нынешних подходах к экономической политике. В рамках нынешних подходов к экономической политике это недостижимые цели. Для того, чтобы улучшить жизнь пенсионеров, у нас в стране периодически проводят какие-нибудь реформы. Последняя прошла в 2019 году, и её все знают по повышению пенсионного возраста, которое Владимир Путин обещал ни за что не допустить во время своего правления. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Пенсионный возраст подняли на 5 лет. До 60 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. План был в том, что за счёт повышения пенсионного возраста вырастет и средний размер пенсии. Логика проста. Если поднять пенсионный возраст, то работающих людей, а значит и отчислений в пенсионный фонд, станет больше. А вот пенсионеров будет меньше. Большую сумму денег разделят на меньшее число людей, соответственно, и пенсии вырастут. Фактически, это такая попытка улучшить жизнь наиболее старых россиян за счёт более молодых. Сообщалось, что средняя пенсия каждый год будет расти на 1 тысячу рублей в месяц. Правда, не у всех. Вы понимаете, что когда мы говорили, что индексация в среднем составит 1 тысячу рублей, то это средние цифры. У каждого человека этот размер будет разным. Одной из главных причин такой реформы был демографический кризис. В России сейчас более 42 миллионов пенсионеров. Это примерно 30% от всего населения страны. Кстати, не знаю, сработал тут план правительства или нет, но летом Росстат зафиксировал рекордное сокращение числа пенсионеров в России. С 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 их стало меньше на 1,2 миллиона. Так мало пенсионеров, как сейчас, в стране не было с 2015 года. Но к этой реформе вопросов очень много. Главное из них, действительно ли жизнь на пенсии станет лучше, и будут ли россияне вообще до этой пенсии доживать? По большому счету то, что можно было назвать реформой, ну вот началось в 2008 году фактически, и с тех пор просто по сути продолжается. Это что? Это, собственно, переход к бальной системе вместо некой номинальной, там четко прописанной пенсии, да, ну относительно четко прописанной пенсии. И, собственно, отказ от системы, смешанной пенсионной системы, которую мы, по сути дела, имели, которая, насколько я помню, международными институтами оценивалась как одна из наиболее качественных, лучших и наиболее устойчивых в долгосрочной перспективе в мире. Вот отказ от накопительной пенсии в явном фактически виде уже. Ну, вроде как до конца вот эту лазейку, так сказать, возможность вернуться назад не закрыли, но там уже такие обязательства государству по вот этой изъятой накопительной части пенсии, что я боюсь, что, опять же, при нынешних подходах к экономической политике возврат назад не выглядит реально. Перейдя к системе солидарных поколений, а именно это сделали российские власти, когда работающее поколение платит за поколение уже не работающее. Вот, как бы, перейдя к системе солидарных поколений, с учетом нашей демографии, российские власти внедрили в пенсионную систему вот проблему, которую там раз в 10 лет придется каким-то образом решать. Поэтому вот основной результат таких вот реформ, там, если можно так назвать, пенсионных, заложенный в 2008 году, это то, что вот нам нужно было, да, в районе 2020 года возвращаться, да, с очередными пенсионными инициативами, неблагоприятными, к сожалению, по отношению к пенсионерам. И вот, пожалуйста, ну, хорошо, не к текущим, так к будущим. Ну, сейчас уже не совсем к будущим. То есть часть пенсионеров, выходящих на пенсию, понятно, сталкиваются каждые дополнительные полгода с повышением пенсионного возраста. Так вот, ухудшая состояние пенсионеров, власти, так сказать, немножко улучшают баланс в рамках пенсионной системы. Но через 10 лет, в 30-м году, мы опять вернемся к этому же вопросу, и властям, если ничего не поменяется, придется что-то делать. Почему? Потому что на горизонте до 2050 года доля пенсионеров будет довольно стабильной и устойчиво последовательно расти, приближаясь к 40, там, например, процентов от общей численности населения. Это много, и это потребует еще ни одно изменение неблагоприятное в рамках этой пенсионной системы. При проведении реформ, в том числе непопулярных, очень часто выдаются не всегда правдоподобные обещания, и российские власти на них никогда не скупились. Ну, и в частности, разговоры про 40% от заработной платы действительно неоднократно звучало, в том числе от официальных представителей. Ну, вот сейчас хорошо видно, что никаких 40% нет даже близко, и, в принципе, пенсии временами даже отстают по динамике, от динамики средней заработной платы, что тоже несложно проверить по статистике. И все, что пока в отношении пенсии выполняется гарантированно, это просто доиндексация их по инфляции. Понятно, что пенсионные накопления зависят не только от того, сколько денег вы отчисляете в пенсионный фонд, но и от того, как эффективно фонд эти деньги использует. В России по закону пенсионные фонды обязаны гарантировать прирост средств на пятилетнем отрезке. Кажется, что это хорошо, фонды просто обязаны приумножать деньги будущих пенсионеров, но на деле все не так. Из-за такого обязательства средства просто вкладывают в самые надежные малоприбыльные активы. Фонды не идут на риск, и в лучшем случае их доходы покрывают инфляцию. По статистике, за последние 18 лет российские облигации давали среднюю доходность в 9,6% годовых при инфляции 8%. То есть реальный прирост получается менее 2% в год. При этом российские акции на том же отрезке росли на 18% в год, то есть давали в 2 раза больше дохода. А реальный прирост за вычетом инфляции получается в 5 раз выше. Если взять негосударственные фонды, то максимальная средняя доходность за последние 10 лет составила 1,6%, а за 8,5 лет наибольший прирост составил 16,3%. Эти цифры реальной доходности, то есть за вычетом инфляции. Для сравнения, фонды в США более половины средств вкладывают в акции, а на активы с фиксированной доходностью приходится менее четверти денег. Как итог, максимальная средняя доходность у американских фондов почти 9%, в 5,5 раз больше российской. Зато российские фонды отлично обогащаются на комиссиях. Как правило, фонд отдает средства в распоряжение управляющей компанией, и свой процент забирают и компания, и фонд. В 2020 году средний размер таких комиссий составил 1,72% от всех средств фонда. Для сравнения, в США издержки на комиссию составляют 0,55%. То есть зарабатывают американские фонды намного больше, а комиссию берут намного меньше. Учитывая все вышесказанное, у многих россиян остается лишь один шанс на достойную пенсию. Накопить на нее самим. Но как разобраться, куда нести свои деньги, чтобы не остаться нищим в старости? И стоит ли и пешникам, и самозанятым делать добровольные отчисления в пенсионный фонд, или лучше выбрать какую-нибудь накопительную инвестиционную программу? На эти вопросы так просто не ответить. С одной стороны, пенсионный фонд дает очень маленький доход. С другой, инвестиции могут вообще не гарантировать доход. В России на чиновничьем языке пенсионный возраст еще называют возрастом дожития. Но учитывая размеры пенсии, его вполне можно было бы назвать возрастом выживания. Различные реформы пока не привели к тому, чтобы пожилой россиянин мог жить в достатке и наслаждаться плодами многих лет своего труда. Государство получает от людей хорошие взносы, но превращает их в мизерные пенсии. И выхода из этого порочного круга пока не видно. Так что я советую своим зрителям самим позаботиться о своей пенсии и пенсии своих родителей. Многие ждут, что сейчас я прорекламирую какую-нибудь инвестиционную компанию или какой-нибудь фонд, куда нужно срочные сиденья. Нет, друзья, я не буду в этом ролике специально ничего рекламировать, потому что тема важная. Тема важная касается пенсии, вашей пенсии, пенсии ваших родителей и вашего будущего, вашей старости. Я считаю, что сегодня очень важно быть финансово грамотным. Поэтому, как минимум, я вам советую изучить, какие есть финансовые инструменты, какие риски бывают при тех или иных вложениях. Просто немножко разобраться вообще, как сделать так, что ваши деньги не сожрала инфляция. Может быть, не стоит держать свои деньги в России. Может быть, нужно как-то грамотно диверсифицировать свои накопления и что-то вложить, я не знаю, в недвижимость, что-то вложить, там еще куда-то. Это ответственность целиком на вас, потому что рано или поздно мы окажемся в ситуации, когда обеспечивать себя мы будем за счет накопления, которое мы сделали сегодня. Поэтому я советую уже сегодня, когда вы молодые, задуматься о том, что вы будете делать в старости, как вы сможете помогать своим родителям и так далее, и грамотно распорядиться своим будущим. И, кстати, очень интересно, я прошу вас, напишите в комментариях, доверяете ли вы государству, рассчитываете ли вы на государственную пенсию, или вы сами копите и откладываете. Какая у вас стратегия, чему вы доверяете, каким видом инвестиций вы доверяете, там, акции, облигации, может быть, криптовалюты, может, недвижимость, может, какие-то металлы, может, кто-то инвестирует в искусство, в вино. Есть массовые вариантов. Напишите, пожалуйста, что делаете вы, а я могу вам сказать, что если сейчас вы не знаете, во что нужно инвестировать, то инвестируйте в себя, инвестируйте в знания. Инвестируйте в знания, потому что эти инвестиции стопроцентно отобьются. Всем спасибо. Скоро увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok